У женщины главная проблема в жизни, главная, глубочайшая проблема женщины, какая? Страх. Женщина боится. То есть у ней она не чувствует стабильности внутренней. Ей нужна стабильность, ей нужна гарантия в жизни. Ей нужно, чтобы кто-то решил ее страха. Понятно, да? Главная женщина, женская проблема. Потому что ей не хватает вот этой энергии воли. То есть ей и хватает энергии любви, завались, но не хватает опоры, вот этой устойчивости, воли, знания, силы. То есть женщине не хватает любви, нежности, забот, ласки, внимания. Не хватает мужской энергии. Теперь главная проблема мужчины какая? Или у них нет проблем мужчин? Мужчине не хватает ласки, внимания, заботы. Ему не хватает любви. Женщине не хватает опоры, мужчине не хватает любви. В целом и женщине тоже не хватает любви, да? Но это не главная проблема. Вот, допустим, женщина может любить кошечку, подружку, маму. Она всех любит вообще. А мужчина может любить по-настоящему только женщину. Понимаете? Вот в этом колоссальное различие, разница. Женщина может получить отпору, допустим, от подружки, от мамы, от папы. Но больше опору, больше всего в жизни она получает от кого? От мужа. Вот можно капризничать с папой, допустим, сильно. Ну, в какой-то степени. Но с мужем можно капризничать по полной программе. Да, женщины? Да. Да. Мужчины, конечно, не ожидали такого поворота событий. Ладно. Двигаемся дальше. Зачем я вам эти вещи рассказываю сейчас? Мы копаем глубоко. Итак, вот смотрите. Если женщина не понимает, что для нее самое главное в жизни, она счастливой не будет. Вот, допустим, если она думает, что для нее главное – это самой устроиться на работу, самой, допустим, достичь успеха, машина, квартира, как бы, ну, то есть добиться устойчивости. То есть женщине нужна устойчивость. Она думает, да что этих мужиков ждать там, добилась всего устойчивости. Вот у нее есть квартира, машина, работа хорошая, деньги. Она чувствует себя устойчиво в жизни или нет? Да? Нет. Потому что это, конечно, все дает какую-то защищенность. Еще раз, женщины пытаются понять, какую-то защищенность дает. Но полную защиту психики женской дает только мужик. Я что-то не то сказал. Вот, мужик, квартира есть, машина есть, работа есть, мужика нет. У-у-у-у! Воем на луну. Вот и вся устойчивость, понимаете? То же самое мужчина, как бы, он может, допустим, идти в сторону комфорта, нежности. И он себе такой устроил комфорт, ему хорошо. Он себя любит очень сильно. Ну, будет частый фон или нет? Нет. Потому что нужна женщина, жена. Кто может мужчину заменить? А? Кто? Собака? Кто мужчину может заменить? Женщину. Бог только может заменить. Запомнили, да? Поэтому люди уходят иногда в монастырь. То есть не то, что они обделенные, там уходят в монастырь, потому что делать больше нечего. Нет, они там полноценной жизнью живут. Потому что человеку, и мужчине, и женщине Бог может заменить всех. Понимаете? Но это очень сильные, развитые люди так делают. Не то, что сейчас Олег Геннадьевич, раз сильный, значит я валю в монастырь. Не факт, что вы такой сильный. Вот. То есть есть люди, которые ведут отреченную жизнь. То есть они выбирают Бога, потому что цель человеческой жизни в конечном счете это не семья, не дети, не дерево посадить. Цель человеческой жизни это Бог. Запомните это. Если у человека нет Бога, то есть он не пришел к этому, именно в своей вере. Я вот сейчас не призываю что-то там менять. В своей вере надо найти Бога. Человеку. И это поможет ему сильно сохранить семью. Об этом будем позже говорить. Итак, женщина, она должна сначала женские качества себе укрепить или развить мужские. Вот допустим девушка, девочка молодая, там есть в 10 классе, ей говорят, тебе сначала надо выучиться в институте, в школе, квартиру, машину, а потом уже замуж. Или она сначала должна женские качества в себе развить, а потом мужские развивать. Мужские тоже не помешают там чуть-чуть, там какая-то защищенность жизни, устойчивость нужна. Но сначала-то, что женщине надо. Понимаете, женщины, поймите, что ваше здоровье даже зависит от ваших женских качеств. Если вы не развиваете в себе возможность заботиться о людях, нежно себя с ними вести. Вот кто такая женщина? Это лучшая половина человечества. Или мужчина лучшая половина человечества? А чем лучше-то мужчины? Вот чем они лучше-то, мужчины? Что они нежные, ласковые, добрые? Чем лучше-то? Катя, вы красивые. Какие красивые. Посмотрите, женщину поставьте рядом, мужчину. Кто красивее? Кто красивее? Женщина или мужчина? Женщина, конечно. Женщина смотрит на себя в зеркало и думает, ой, какая я красивая. И какому дураку досталось? Это я вам говорю в сердце у женщины и мужчины, чтобы вы знали. Я правильно раскрыл сердце или нет? Правильно. Лучшая половина человечества кто? Женщины. Почему? Почему лучшая половина человечества? Потому что женщины рождены для того, чтобы любить людей. Запомнили? Женщина по природе любит людей. Она любит детей. Она заботливая. Она хочет, чтобы у всех все было хорошо. Всех мирит. Всех объединяет. Со всеми договаривается. Это ее природа. То есть женщина к чему стремится? К чистоте, к верности, к стабильности, к семье. Вот мужчина к чему стремится? К сексу стремится. А женщина к чему стремится? Тоже к сексу. Вы ошибались. Женщина стремится к чему? К семье. Или вы забыли женщину, к чему вы стремитесь? К семье женщина стремится? Ну посмотрите в сердце женщины себе. Вы же к семье стремитесь, правда? Вам не нужно без семьи, не нужно никакого секса, правда? Вам нужна семья, правда или нет? Или вы готовы жить под забором? Женщина стремится к семье. Мужчина к сексу. Женщина хочет верности. Мужчина хочет как можно больше женщин. И так далее, понимаете? Желания разные.